Писание сказано Вот я и Мануатрия, 20 км вверх Я подумал, ты знаешь, очень тяжело будет Он говорит, я там никогда не был Я говорю, там большинство людей никогда не были А потом, мы вспомнили эту шлоку По милости гуру, слепой сможет увидеть Пангума это Лангуте Гирим Он сможет прийти к Гири Гири Гималайя, горы Слепой увидит, немой сможет говорить И эта шлока настолько вписалась в наше сознание Мы решили, ну это и будет собственно историей нашего фильма Темой нашего фильма, как по милости гуру Потому что мы все разные люди, и всем нам гуру даровал милость Потому что без милости учителя невозможно обречь духовное знание Мы знаем много разных историй о том, как милость гуру проливалась в разных случаях И вот когда наш гуру был совсем молодой Шилошедарм Храшен жил в Новодвипи, потому что он там принял прибежище Но Шилоговидом Храшен сказал, что в целом никто на родине духовность не может воспринимать Всем надо куда-то обязательно поехать или пуститься в путешествие Он сказал, что в целом здесь индусов в Новодвипи для них все обыденно Они могут прийти пожертвовать трупе Но если мы замутим туры в Гималайя Падринат, Кедранат, Ганготри, Йуманотри, Чардхам В то время сейчас есть Чардхам Парикрама, четыре святых Тхамы Парикрама на вертолете Стоит 3000 долларов И мы когда были в Ганготри Ганготри уже стало таким попсовым местом Там кафе, гостиница, ну туда можно на машине подъехать Например, в Йуманотри, в Тунганат на машине не подъедешь Нужно карабкаться там 15-20 километров вверх в гору И там, может быть, в югу, в Роган, в начале или в конце года И когда мы ехали по Гималайям, видели такие древние дороги по Гималайям На самом деле древняя дорога по Гималайям Это примерно вот такая вот, местами вот такая вот скала И она идет так вот на высоте и смотришь там везу Как полустельник колец там На тысячи километров пропасть Ну вот еще может сверху камешек, пам, на тебя упасть И ты как бы так начинаешь вообще масштабироваться Чем хороши горы, в них масштабация происходит Ты понимаешь, ты такой- то там, такая козявочка Да там человек, который кричит там А-а-а-а-а А тут это как муравей, только О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о кричал он с порога Да? и я ответил ему лес, то есть ты находишься в рамках природы, и мы когда лезли на юманотрия, так вообще было тяжело, когда уже залезли, пол дороги прошли, а осталось еще пол дороги, и начался снег, дождь, ураган, и вроде спуститься жалко, и подняться сил нету, все как в духовной жизни, зашел уже до какого-то уровня, уже обратно возвращаться невозможно, но подняться вверх нету сил, и в этот момент, в этот момент, там даже прямо в фильме есть такой момент, я где чуть не заплакал, это правда было, я говорю, пока ты здесь сам не побываешь, потому что сидеть там по ушам, рассказывать красивые сказки нормально, только ты сам понимаешь, просто что ты ничтожество, ну вот и главное, что ты видишь, что шерпы, они идут впереди тебя, несут на себе людей, шерпы, они людей поднимают, ты понимаешь, что шерпы, они туда, то есть для них это зайти и спуститься, там, я покорил Эверест, а есть такие шерпы, которые туда сто раз ходили, насилили этих альпинистов, которые покоряли, понимаешь, да, то есть там, о-о-о-о, а у них там просто чик-чик, вот и шерпы, у них, если там надо колоться этими уколами на высоте, когда безвоздушное пространство, там, если он не закололся, ну, на самых высоких вершинах, то можно умереть, окисление крови, а шерпы им не нужно ничего, им даже колоться не нужно, они просто такие вот, они высокогорные, и они тащат и тебя, и даже погибают, вот эти горки, шерпы, такие очень преданные люди, на самом деле, ну, настоящие, мы там встречали одного дядька, который сказал нам, рассказал, как он, он говорит, я в 70-е годы начал эти дуры, если бы не лоханулись, приехали бы ко мне раньше, я бы провел вас ганготы и монотрик кедроват не по дорогам, а со слами, лошадями, я провел бы вас через все горы, и он рассказал, как раньше ходили Тибет, Непал, Бутан, в Индию уже приходили из Китая паломники, вот там не было таких дорог, там были такие тропины, нужно было дойти до одного камня, до одного камня доходишь, там видно другую гору, и там хануман стоянка, такая стоянка, бишма стоянка, такая стоянка, такая стоянка, вот, и в редких местах дармашала, дармашала, за рупию раньше можно было взять одеяло там, рупию за ночлег, одну рупию за одеяло за шерстяное, там холодно очень, тебе могут в сезон выдать дармашала, такое как бы, ну, здание, там комнаты, и там паломники могут там, прижавшись друг к другу, жить, сейчас уже все по-другому, сейчас там дороги, все уже там, в Гималаях завал, дорогу быстро подъезжает, трактор они там сделали, водохранили еще огромное, но раньше, не так давно еще, меньше ста лет тому назад, ядра в Гималаях занимала нормальная, как бы, паломничество по Гималаях, она, в принципе, занимает от и до, с открытия сезона до конца, не говоря еще о Кашмире, где там, там еще, там еще куча всяких там траков, на Нил Кант, в Китае, сейчас китайцы там дорогу построили вокруг, как бы, Кайласа, вокруг Кайласа китайцы построили дорогу, можно прямо приехать, там, Тибет, а раньше это были вообще неизведанные места, раньше так просто прийти туда, и там древняя цивилизация своя, сложившаяся еще во времена Рерихов, и там, кстати, там вообще не было повозки какие-то, ослы там, с этими ослами, ослы падают в пропасть, если что, весна, мы едем так и смотрим пол дороги, вот так вот, ну, то есть ты едешь, там можно видеть, вот так пол дороги, едешь по краю, навстречу, ты несется автобус, и водила, вот так вот он смотрит, еще по мобильному телефону, индус разговаривает, он такой там, так смотрит, и там такие пропасти, вот ты так смотришь, колесо вот, вот так вот прыгает на камням, такое кривое колесо, и мы, на какой-то момент, чувствуешь, у нас влево заводят, я по тормозам прямо, я уже сидел на переднем сиденье, короче, ну вот, вон в сторону, мы раз, колесо, хорошо, что заднее колесо лопнуло, а если бы лопнуло переднее, и там время от времени смотришь, автобусы, а паломники едут наверху, все болта автобуса заблеванные, индусы едут, ну вот, ну то есть такой блевантины, такой десантники на космическом корабле, они прямо из окон, главное в этот момент, когда еще ты обгоняешь, прямо весь автобус блеет, и, такая чистая фишка, и они там, что-то там останавливаются на стоянке, готовят, жарят, парят, какие-то чипати, лепешки, такое вообще, вот, а мы приехали у нас, ну порой там, инвалид с собой еще, там съемочная техника, мы говорим индусам, ну, а вот где-то там рядом с утра каши, вот первый этаж гостиницы, первый этаж, как бы, комнаты, думаю, ну, чтобы не тащить все из оборудования, из машины, взяли там 3-4 комнаты, первый этаж, и перед нами такой маленький дворик, мы довольны, думаю, комнаты грязные там, такие, то есть там никто ничего не убирает, такие дешевые, ну, слава богу, что хоть не тащить, холодно, но сейчас ляжем, чуть-чуть поспим, и потом еще 9 часов вот так вот, серпантино ехать на следующий день, только легли, вдруг подъезжают два автобуса с паломниками, и весь наш дворик превращается в кухню, и индусы просто, наверное, ну, человек 300 прямо, вот на этом маленьком дворике, как вороны все греются, и они стали жарить, мы-то пошли в ресторан поесть, как бы, а у них все с собой там, по копейке все собрано, и вот они до 3-х часов ночи что-то галдели, жрали там, Джай Кумар уже выбегал с них, кричал по-индийски, по-русски уже матом ругался на них, Джай Кумар выбегает такой, а эти индусы ни хрена не соображают, и таким трудом, что Джай Кумар сам индус, кричал по-русски, а эти индусы ни хрена не соображают, я их разогнал, ну вот, и наш Гуру-деф, он в молодости Шидхару Махараджу сказал, он сказал, что в целом можно, если сделать adventure, человеку путешествие, то он может дать бабла, а если будет пожертвование, можно построить и храм нормальный. Наш читатель Сарас Ватман, Гуру-Махарадж, он жил в хижине, у него висел бамбуковый флаг, его ничего не интересовало, но Гуру-деф говорит, не-не, можно построить храм красивый, но нужно замутить adventure, людям нужны переживания, а нет ничего круче, чем переживания в Гималаях, ну вот, и он говорит, там Мадов-Махарадж, первая его пати, тусовка, в Гималайя уже ходила, Гуру-деф говорит, отправьте меня в Гималайя, и они с Гуру-Махараджем после Фриндавана поехали в Харидвар, и Гуру-Махарадж до этого был в Гималаях, но в целом Гуру-деф быстро там разрулил, там он такой контактный был, со всеми познакомился, ну как везде, в любом месте надо знать все прибитые как бы места, точки, где можно купить пожаде, керосинчик, где свежие овощи, то есть Гуру-деф был молодой, ему было там 20 с чем-то лет, и вот он каждое лето возил группы по Гималаям, рассказывал там, срывались и люди, там мы только приехали в Дэва-Праяк, смотрим, полиция стоит туда-сюда, а там что-то такой, ну старый такой бегает, на чем-то нашел праху-паду похож, один в один, о праху-пад, стой, надо прикалываться, ну вот, ну такой похож на такого, я спрашиваю, что здесь у вас такое, что полиция делает, Олег, да только что мужик, вот буквально три минуты назад пошел умываться, а там так, ганган, еще такими порциями, вот в местах-праяках сливается Алла-Канан до Баггерати, и порции такие, то есть вот вода с ледников идет, как бы ты стоишь, там рыба такая плавает, две реки смывается, горная река, пороги, вроде все нормально, чуть-чуть цепи отпустил, и она как к 9 валу, то есть через какое-то время, вот такая волна, вода же не так идет, она идет такими дозами, вода сносит, и наглухо, и человек только стоял, вещи остались, все, он стоял, смыло, потом, пока мы там были, говорят, через 25 км труп нашли, то есть там как бы в паломничестве, нормальная фишка пойти в паломничество и там умереть, вот это как бы в Индии вообще считается круто, вот, и там едешь, когда время от времени смотришь, какой-нибудь погребальный костер, кто-то жгет там, причем там нормально, там не так, как в Индии, там лимит там 150 рупий нарыло, за 150 рупий как сжечь человека, чтобы человека сжечь нужно 3000 рупий, а там 150-200 рупий, дровов не хватает, поэтому там людей жгут пополам, их сначала жгут вот так вот, а потом голова и ноги остаются и складывают, как это называется, эконом-раскладушка системы, то есть сжигают сначала живот, а потом ноги и голову, ну вот, я когда тетеньку нашу русскую сжигал в прошлом году, я говорю, нет, ребята, так не получится, они сами испугались, они говорят, здесь нельзя белых сжечь, здесь нельзя белых сжечь, мы только тебе разрешили, ну вот, и, ну, чтобы сжечь нормально, считается, нужно сандаловое дерево, ги, вот, я сразу говорю, давай 20 килограмм масла, 250 килограмм дров, они говорят, не, не, вы что, здесь все чуть-чуть лимит, и здесь расписание, вот видите, натуральный департамент, там это отдел, там сидит начальник по дровам, ну вот, ну, как в бюрократии, как в России, ну вот, там, там стол, значит, такая там будка, стол, индус в майке сидит, а мы разрулили все с кедранатом, Даду, он приезжал на Гуру Дэву, сейчас Гуру Дэву в России, чиновник в Пуле, когда русская женщина у нас утонула, и дали родственники разрешение на кремацию, я позвонил, как бы, ну, позвонили с Тиртой Махараджи, Македранат, потому что он местный чиновник, он, естественно, с чиновником разрулится, и сначала говорят, не, не можем дать сжечь, нет, здесь белых не жгут, там 25 километров, едьте туда, договаривайтесь, на Сваргадваре, прямо в центре Гуру Дэву, там нет, там говорят, белых не принимаем, как бы они не арии, типа, ну, вот, вдруг-другой же здесь не арии, закричал кто-то, я говорю, нет, нет, пойдемте, говорю, со второй сменой поговорим, никогда пересменка, они жгут 24 часа, костры горят 24 часа погребали, коровы прямо пепел едят, вот, потому что коровы почему едят пепел, потому что пепел минеральные вещества, прямо коровы, собаки едят, доедают, там, ноги, руки, пальцы, идешь, там, собака бежит с рукой с какой-то, зацепила полуподжаренную руку, убежала, ну, вот, 24 часа, и это нормальная ситуация в Индии, то есть это нормально, это не, до сих пор присутствует Варнасия, Пурия, Навадвиб, святые места, всегда крематории горят, всегда погребальные костры горят, потому что и садху, они всегда приходят, как-то, наги, капалики, тантрики, Вайшнава не делают этого, но это обычная традиция, с утра в погребальных кострах теплым пеплом обмазаться, очень хорошая процедура, искупаться в пепле, почему они это делают, потому что мне один мой друг говорит, о, потому что это оксид углерода, это очень хороший этот самый дисбактериоз, был как, ну, сразу же там, у него химия в голове случилась, я говорю, ну, это для тебя все, я говорю, вообще, принцип этого состоится в том, что ты когда опускаешь руки в теплый костер, где только что кремировали человека, ты понимаешь, что ты, в принципе, это прав, с этого начинается день, но у преданных не так, мы начинаем с песни «Поклонение Кришны», мы уже давно прошли, ну, понятно, что мы не тело, да, поэтому Кришна это все праздник, у них позитивная сторона реальности, а у других садху, у них там, ну, как бы, ну, такое скорбное, да, то есть, ну, как, не скорбное, а ты, ну, как, ну, чисто такая православная фишка, что там, типа, все плохо, все депрессивно, я умру, вот, и с этого начинается день, поэтому там, первое, ты начинаешь, это омовение, омовение в пепле сгоревшего человека, очень теплый костер, руки прямо теплые, натягивай, тирай, хорошо, тепло, приятно, и вот, и поэтому, когда мы приезжаем в Гималайи, там все время такие садху, то есть, там очень много таких садху, саняси, майвади, голых, они всегда поддерживают жертвенный огонь, всегда погребальные костры, копала верхняя часть черепа, это чаша для сбора подаяния, ее же едят, ну, вот, поэтому все эти вещи, они являются тамагуной, невежеством, почему, потому что нормальный человек, он и так понимает природу этого временного мира, но, по сути дела, мы можем сказать так, что для нас это очень сложно переживается, мы сложно переживаем все эти вещи, для нас, собственно, все упаковано, приходишь в супермаркет, там какая-то колбаса, все уже упаковано, завакуумировано, копченая, а тут надо самому коптить. В Индии, если ты хочешь убить животное, то, как правило, приходишь на рынок, и там сидят куры или бараны стоят, и тебя спрашивают, какую, и ты смотришь ему в глаза, он говорит, ну, давай тебя. И там не так отрубают голову, а там такой нож, мать или каля, у него такой язык, это шива, там все, все сакрально. И индус, он берет, да, он берет куру вот так вот, он, есть такая штука, он ее так пальцем гипнотизирует, проводит черту перед, ну, там, с мантрой, с официальной, мантра звучит так, в этой жизни я убиваю тебя, а в следующий ты можешь убить меня. Целая мантра есть, и вот так вот проводит пальцем куря, ну, кто он, специалист, кура, она, ну, как бы, ее голова здесь, а дальше она поет, кудахтует, пробегает торжественный круг, ну, там все, и где надо, там она опускается, чтобы она вышла, кровь из нее вся. И вот эта вся такая ситуация состоит в том, что ты, нету холодильников, нету какой-то поверхностной культуры такой, есть жизнь и смерть, человек умер, вот погребальный костер, вот иди смотри, хочешь поесть курятины, иди посмотри, как отрубают голову куря. Ну вот, и ты начинаешь сразу же понимать, даже религия, например, да, ты смотришь, какие садху, ты смотришь, например, садху, там, такие бородатые, такие в этом погребальном пепле с черепами, ты думаешь, нет, какие-то они левоватые ребята. Ну вот, смотришь, кришнаиты, они такие нормальные, позитивные, что-то поют, радуются, ну вот. Очень, очень, очень все, как бы, ну, очень все на самом деле. Там очень все понятно. И, когда ты говоришь о том, а как жить, во что верить, люди, они пускаются в путешествие, чтобы найти себя. И вот Гурдев, еще в молодости, он водил много групп по Гималаям, Гагготри, Юмунотрия. И садху на самом деле очень разные. Кажется, что духовные люди, это идеальные. В Индии называют садху святыми. Ты смотришь, какой-то садху идет там, саганжебасил. Хочешь? Это святое. Да, он говорит, что это святое. А ты говоришь, да нет, ваишнава просто не курит. Но ты понимаешь, что этого человека, в принципе, у него даже билет не проверяет в поезде, потому что на нем нет одежды. Некуда, нет в кошельках. И ты понимаешь, действительно, ты заходишь в голове, в поезд, садишься на лавочку, то контролер, он, ваш билетик, ваш билетик, а на него он даже не смотрит. Почему? Потому что... Если в Индии садху какой-то нага баба пойдет в аэропорт, голый, его тоже пустят, и в самолет пустят. Но как бы голые садху, они, ну, западло, они не очень-то летают. Я помню много лет, сколько, 12 лет тому назад, была когда прошлое Маха Кумбамила, в Алахабаде. Мы приехали, ну, естественно, мы приехали там, привезли, ну, сами молодые были 12 лет назад, приехали с какой-то группой русских журналистов, значит, те русские журналисты сразу же все, у них первый удар по кишечнику, значит, у них началось, то есть они начали знакомство с поноса, вот, сняли себе гостиницу за 100 долларов номер, ну, это вообще в Индии невероятные деньги считались, тогда еще 100 долларов номер, вот, я говорю, а мы пойдем жить туда, ну, будем жить там, мы же не лохи, там, 8 часов в день добираться до локейшн, пробираясь через людей, и, ну, естественно, надо было вписаться куда-то, мы, естественно, мы пошли, как бы, куда, в Искон, в преданном, ну, вот, и смотрим в Исконе, вообще котлы, халаву раздают, еду раздают, нам встретили, говорят, хребу, мы, хребешна, мы говорим, ну, не хотим жить в этом самом, они говорят, давайте сюда, я говорю, а что можно там пожертвовать, что поможете, то поможете, я смотрю, что преданные, они раздают просад, они, они севают, что они в себе в процессе служения, мы делали фотосессию, там, фильм снимали, и идем по, руслу реки, холодно, кстати, январь в Индии, представляете, что такое январь в Индии, холодно вообще, вот сейчас, даже бывает, в Дели, умирают люди от холода, вообще холодно, вот так ты идешь, то есть, вот, в Курске, представляете, что такое сырое, холодное место, это вот, на самом деле, здесь кажется нормально, а вот так, кто был там в армии, он знает, что такое, осень в окопах, это не минус 40, не, это еще хуже, минус 40, все понятно, ты либо умер, либо обогрелся, а это, плюс, плюс 8, плюс 5, к нулю ночью, они сидят голые, голые люди, ничего нету, они сидят голые, горят костры, причем костер, они специально, одна палка жгется, одна палка может очень долго гореть, они с одного конца ее жгут, только теплый залогик мажется, ну вот, ну, смотришь, они курят, и думаешь, в принципе, я бы тоже покурил с ними, потому что, я приехал сюда на 3 дня, они сюда приехали на всю жизнь, и у них считается, что если ты, из перехода, там, Ришикеш, Харидвар, там, Кумбамил, если ты умер на переходе, это хорошо, там же нет, в Садху нет ни документов, ни будущего, ни прошлого, ну вот, они идут в вечность, поэтому, если ты где-то там, хоп, даже, даже не жгут тела, прямо в гангу кидают, и все, с мантры в гангу, потому что, ну, сжечь тело, это у кого бабло есть, у кого ничего нет, он ничего никому не должен, поэтому мать ганга прямо принимает, тут же, тело выносят, собаки его съедают, в Индии до сих пор это все видно, и это не какой-то там страх материального мира, на самом деле такие простые вещи, те, кто знают, что такое там война, мясокомбинаты, они понимают, что, в принципе, жизнь такое месиво, возникает вопрос, а возникает вопрос, возникает вопрос, все, что, в случае, обладает душа, где это остается, все наши знания, здесь наш опыт, слава наша, все это остается там, рядом с телом, тело, едят собаки, они едят, без разницы, у кого есть царя, царя еще вкуснее, кстати, я помню, когда эту женщину сжег, бежит собака с рукой с человеческой, а мне нужно было сжечь за два часа ее, в Индии за два часа, по частичке с человеком сжечь невозможно, 150 рупий, я рассказывал, это только хватает на, с трудом можно сжечь пол тела, потом надо сделать складушку, и опять сжечь, но мы купили много дров, потому что я пришел к этому мужику, а он, оказывается, учился с кедронатом в одном университете, ну и там, заходишь, там начальник колхоза, начальник дров сидит, вот, я ему говорю, ну вот у нас русская женщина была с нами в Туре, святой человек, умерла, утонула, он говорит, да-да, я читал газеты, я читал газеты, я говорю, ну вот мы договорились с местными брахманы, надо было два часа только сжечь, вот, я говорю, нам бы побольше, дров, он говорит, ну вот у меня на 10 человек охапки, вот сегодня, он мне говорит, сегодня еще будет 10-20 человек, и сейчас я вам все отдам, вот, вот если я вам все это отдам, то как бы, у меня еще сейчас здесь человек приедет, а что я сделал, у меня forest department, я только, ну, или справхоз, мы только, у нас вот, Индия, страна перенаселенная, огромное количество людей умирает, святое место здесь еще, сегодня сожгут 20 человек, он говорит, ну если еще детей привезут, нормально, но детей редко привозят, в основном, привозят таких уже пожилых людей, кого-то может еще в машине везут, он уже там, ну вот почему, потому что, в Пуре, в Ришекеш, в Арнасе, люди приезжают, чтобы умереть, и там есть такие гостиницы, ну как у нас, хосписы, в Арнасе, там прямо гостиница, сын приносит, мать, внук привозит, деда, и они там, как бы, ждут своего конца, это нормально, для Индии, это нормально, не очень хорошие условия, нету его ремонта, но это очень дешево, и прямо на берегу Ганге, и прямо ты ходишь с утра, и орлы на тебя смотрят, собаки смотрят на тебя, когда уже, когда уже, родственники тоже говорят, папа, у меня отпуск заканчивается, ты еще, что ты там подвякиваешь, давай уже, как бы, сделай это, тебя уже все просят, ты сам уже говоришь, когда обращаешься к Высшему Миру, ну Высший Мир, он тебе говорит, пока еще рано, еще чуть-чуть осталось совсем, ман мана бхаба мад бхакта, помни обо мне, вот, и это говорит о том, что, как Шилл-Шидарма хорошо сказал, каждый человек в жизни, он пройдет определенные экзамены, иногда он даже эти экзамены может оттянуть, иногда можно попросить, у Кришны мне жалко, слушай, пожалуйста, мои, как бы, все испытания, можешь чуть-чуть оттянуть, он скажет, конечно могу, а можно пойти в декретный отпуск, или в академический отпуск, он скажет, конечно могу, можешь, сколько ты хочешь пойти в академический отпуск, ну ты знаешь, я в этой жизни так много хорошего всего сделал, я старался, практиковать духовную практику, вот только познакомился с девушкой, мы решили с ней вместе практиковать йогу, бхакти-йогу, да, я понял, что ее према, ее любовь, как бы, она лучше, чем твоя према, потому что от тебя никакой премы любви не дождешься, а она мне прямо вчера предложила вместе практиковать, поэтому, если можно, перенести мое спасение, ну вернее, как бы, подготовку, еще на одну жизнь, я бы очень попросил, даже написал заявление, Кришне говорит, хорошо, у меня вопрос, ты сам, и так, Аджамил, Аджамил, он был очень правданным, правданным, но в 19 лет, в 20 лет, он увидел, когда шел через лес, он видел, как шудры бухали, наслаждались любовью в кустах, и он сказал, очень интересно, мне сколько-то лет, я молодой парень, я все это время, я был в брахмачаре, следовал, изучал веды, следовал духовному учитыванию, но сейчас я чувствую, что меня привлекает вот эта часть мира, и он подумал, ну раз, в моем брахманическом положении, я не имею права так, но вести себя, то надо, конечно же, дружить с теми людьми, которые, для которых это норма, в жизни, ну как, например, да, там, когда ты общаешься с преднами, ты даже не можешь сказать, что там, я там, выпил там, или съел мясо, а когда ты приходишь, в другое общество, они тебе говорят, ты что, мясо не ешь, ты что, не бухаешь? Поэтому, так происходит, что человек, он ищет оправдания своему мировоззрению, своим желаниям в круге людей, с которыми он общается, и так постепенно, любой человек, он не свойственен подниматься вверх, это тяжело, он время от времени спадает вниз, и то же самое произошло с Аджамилом, Аджамил, он был молодым, таким очень перспективным, но в силу обстоятельств, Аджамил привлек материальный мир, он очень не заметил, как прошли годы, он стал игроком, он играл в казино, он постоянно играл в карты, он привык, как любой гуляк, общаться с проститутками, и даже одна из них, в принципе, в какой-то момент сказала, что я готова оставить замечательную профессию, потому что чувствую, что уже спрос упал, но мне нужен хоть какой-то муж, и она родила ему, она стала замечательной матери, родила одного, второго, третьего, пятого, четвертого, шестого, в общем-то, профессия пригодилась, она стала замечательной матери, родила много детей, но каждый раз, когда родил, рождался новый ребенок, от Джамилы уже было там 30, 40, 50, 60, у Сократа были два маленьких ребенка, когда ему было 74 перед казнью, он говорил своим учителям, но он не сказал, у Сократа не было денег, поэтому сказал своим друзьям, когда меня казнят, передайте моим сыновьям, чтобы они такие-то ошибки не делали, такие-то ошибки не делали, так-то себя не вели, но у Аджамила была еще более суровая ситуация, чем у Сократа, ему было уже под 80, а у него еще были маленькие дети, там 10, 14 лет, которые не стали на ноги, и поэтому, поскольку Аджамил играл, занимался игрой, он был постоянным игроком, то ему время оценивания приходилось заниматься еще мелким криминалом, не крупным криминалом, а мелким, как правило, все люди занимаются мелким криминалом, крупные криминалисты, они беспривязанности, а мелкие, они где-то занял, где-то кого-то обыграл, где-то подмутил, где-то замутил, и так Аджамил почувствовал, что он полностью пребывает в настолько жесткой схеме, эта жесткая схема, она связана из любви, чтобы вы понимали, в этом мире любого человека связывает не негатив, если только негатив человеку приходит, это большое лекарство, потому что в негативе человек может сразу свалить куда-то, конфликт на работе, в стране какая-то там проблема политическая, человек сваливает, он вынужден эмигрировать, но самое страшное, самое главное, то, чем связан человек в этом мире, в мире иллюзии, это веревками майя, которые являются близкие, любимые, дети липчат, внуки, там, какие-то маленькие удовольствия, там, покурить сигареты с кофе, там, туда пойти, это сделать, то есть, человек, он связан этими удовольствиями и он настолько является пленником этих удовольствий, что на самом деле каждый человек может честно сказать, да я никому ничего не должен, я могу все бросить, но долг никому ничего не должен, а человек должен всем, и поэтому, когда человек не исполняет свой высший долг, божественный долг, он становится пленником других форм долгов, и также Аджамил, он стал пленником долгов, он был должен девяти детям, он был должен во всех казино, он был должен одним, вторым, третьим, четвертым, пятым, и все, что он делал, это из одного долга переходил в другой, сейчас очень популярна такая фишка, гасить кредитные карты, я никогда в жизни не любил брать в долг, я знаю, что это ужасная каббала, но так устроен этот мир, что тебе, мне даже звонят Альфа-банк, и говорят, мы вам открыли кредит, вы за ним не пришли, я говорю, самое главное, запишите в карточке анкеты, что не приду никогда, ну вот, почему, потому что, как только ты оброс с какими-то долгами, физически, материальными, а есть еще более ужасные долги, если вы думаете, например, что качать нефть из земли, это не брать в долг у природы, это вообще большая иллюзия, нефть – это мы. Вот, это, это такая, как бы, такой долг, кармический, что человек, он привязан ко всем формам долга, и, вот, мы-то не нефть, мы-то те, кто ее качают, это еще хуже. Нет, когда мы на землю уходим. Ну да, нефть вообще в Ведах – это кровь земли. Ну да. Вот, и поэтому она горит, и раньше, когда-то из нее делали лекарства, вообще из нефти делают много лекарств, в Ведах нефть известна очень давно, а для европейцев ее открыл, конечно же, Марко Поло, когда путешествовал по Китаю, он рассказал про горящие, европейцы не верили, думали, что это чудеса в его книжке. И вот, Аджамил был таким человеком, который остался всем должен, и он не мог до 80 лет выйти из причинно-следственной связи, он не мог освободиться. И так получилось, что на смертном Одриа, на смертном Одриа, находясь, он до последнего момента верил в перспективы светлого будущего. До последнего момента. Потому что дети, знаете, да, то есть, любовь, дети, вроде такие приятные, позитивные вещи, там дерево посадить, дом построить, там дать детям образование. Столько много прекрасных идей. И в Багаватам есть еще одна история, история о двух птицах. Были очень хорошие две птички, которые очень себя любили друг к другу. У них была прекрасная гнилость, даже как они свели, в Багаватам описано. Но в один прекрасный момент они пришли, увидели, что птенцов поймал охотник. Они увидели, что птенцы несчастные сидят в клетке, пи, 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 мама, мама. Но охотник-то не был лохом, он знал, что на птенцов можно поймать и мать. Поэтому охотник, естественно, знал, что отец-то первый не полетит, полетит мать. Он уже как бы приготовился с луком, и как только мать ринулась к детям, как тут же стрела ее воткнула в сердце. И она тут же упала, мертвая перед своими детьми. И тогда дети еще больше заплакали. И взрослая птица, отец, она в какой-то момент подумала, теперь я все потерял. И детей, и жену. И рванулась к этой клетке, чтобы в последний раз увидеть свою возлюбленную, и вторая стрела попала ей в сердце, она опять упала, мертвая. Мораль этой истории говорится такова, что помни о том, что в этом мире у каждого будет свой индивидуальный конец света. Не нужно назначать его на 21 число. У каждого есть свой день рождения, день смерти. У каждого будет свой конец. Помни о том, что ты в этом мире получил. Если ты умный, это хорошо, но насколько твоя умность поможет тебе в этот момент, в момент смерти. И поэтому Писание говорит, тот, кто освободился от чувства ложной собственности, он не считает, что он кому-то должен, что у него что-то есть. Тот, кто освободился от ложного чувства стыда, или зависти, или гордости, от вожделения, у кого нет вожделения, ему не нужно иллюзорные отношения в этом мире. У кого нет жадности, тому не нужны деньги, поэтому он голый ходит. Ты смотришь на этих ребят в Индии, которые без трусов, ты говоришь, да, я, может быть, понимаю, что это не самый продвинутый путь, но их есть за что уважать. Их есть за что уважать. Потому что они в какой-то степени оставили этот мир. Но то, что говорят Писания, они говорят, что мир оставить это только лишь одна часть духовной жизни, самая маленькая вещь, на самом деле. Ума-два-чаря была у Небарако, у него мудро, два пальца показывался. Первый оставить все, второй предаться. И вот Аджамил, две эти, почему два, мудро два? Потому что всегда одно состоит за другим. Если ты предаешься, тогда ты сможешь все оставить. Если ты все оставишь, это еще не факт, что ты предашься. Поэтому первая вещь это предаться. Предаться, Господи. И вот у Аджамила, у него была такая ситуация, что он уже находился на смертном Одре, но его ум был настолько занят прошлым, будущим, настоящим, иллюзией, что он умирал, а за ним уже шли посланники Яма. Яма, его зовут Дхарма. Дхарма – это закон. представители закона, скажем так, по-русски. ГИБДД, НКВД, как угодно. Вот они уже стучались, и в Писании сказано, что у Ямадутов у них всегда с собой несколько веревок. Эти веревки не физически тонкие, и только они могут вытащить тонкое тело и тут же его пленить. И Ямадуты очень быстро вытащили, стали вытаскивать из него душу, и Ямадуты очень сильно испугался, поэтому часто те, кто умирает, они какаются, писаются под себя, это такая смерть грешника в Писаниях описана, через нижние миры уходят. И когда Ямадут он увидел, я вас не пугаю какими-то вещами, потому что это все виртуальные вещи. Ад это виртуальная реальность, так же, как виртуальная реальность, так, где мы живем, просто более виртуальная. В аду нет ничего грубого, поэтому там никого невозможно убить, но поскольку у души есть эмоции, понимаете, мы можем в аду, как во сне гонятся тигры, во сне она стреляет нам, мы все чувствуем. Поэтому, когда речь идет о низших мирах, человек все чувствует в них, но умереть не может. Но страх, все существует в него. И вот они уже стали подтягивать Аджамила, как вдруг Аджамил от страха заключал имя своего сына, а назвал своего сына Нараяна. Но Нараяна также имя Вишну, Господа, который спасает всех живых существ. И он сначала Нараяна, Нараяна, а потом Нараяна. И вдруг к нему вернулось вечное сознание о том, что Нараяна есть, кто спасает всех живых существ. Ишварам, Сарвабутанам, Сарвалоким, Ахешварам, Сухридам, Сарвабутанам, Гянтамам, Шантири, Чанти. Тот, тот, кто знает, что Господь спасает всех живых существ, Шанты, тот спокоен. И в какой-то момент, когда он стал произносить имя Нараяна, вдруг что-то произошло. Конфликт. Появились какие-то светлые живые существа. Это были Вишнудуты. Они отличались полностью от чертей и по приличным видам были и лица были. Это были Бодхисатвы. Шитар Махаша сказал про мир Иисуса Христос. Представляете, да, есть мир, где каждый Иисус Христос. Каждый. Здесь каждый Иуда в какой-то степени, а там каждый Иисус Христос. А чуть попозже. И вот Бодхисатвы, Вишнудуты, они обратились к Ямадуты и сказали, так, ребята, это наш пассажир. И поскольку Ямадуты чертей, они никогда не пересекались, они вообще с тем планом бытия, как шахтеры, шахтеры-парашютисты, никогда не пересекались. Но увидев форму, оружие Ивадутов, они, конечно, отдали ему этого несчастного Джамилая. И, естественно, они вернулись к Ямараджу и стали прокачивать Ямараджу. Они сказали, как так? Ты никогда им раньше не рассказывал? Ты никогда раньше не рассказывал, что есть какой-то высший мир, что есть какие-то праведники. Он говорит, вам достаточно того, что вы со мной имеете в виду, потому что высший праведник это Ямарадж, он один из Ашта-Махаджа. Вот. Поэтому он говорит, а вам и не нужно знать ничего о высшем мире. Вы исполняете, вы слуги закона, вы исполняете закон, вы работаете на меня. То, что вы на своем плане делаете, там, кого-то жарите, коптите, это очень хорошо. Потому что, знаете, что, интересный момент, знаете, откуда появляются черти, как вы думали? Черти появляются из грешников. То есть, обитатели того мира им говорят, слушай, ты не хочешь, ты уже пора, скоро, через миллион лет, чертом не хочешь поработать? Год за 10. То есть, тебе дает возможность родиться там чертом. То есть, понимаете, мы же уже не только были, мы же некоторые черти по жизни. со всеми. Почему? Потому что в том, в том мире, в том мире свои законы, там же не будет праведников. Понятно, да? Когда ты, например, там, пробыл миллион жизней в аду, ты знаешь, как там, кого подкоптить, кого там, подпрессануть, как бы, это же, ну, ну, как в тюрьме. Понимаете, они вместе все, они просто, они, как вот, заключенные, на самом деле, вот эти люди, кто работают в тюрьме, они же те же самые заключенные. Просто они, ну, более высшего порядка. Одни дверь, на самом деле, здесь, одни там, другие здесь. Да. И они все, как бы, крутятся, и, ну, по сути дела, они, они черти, и те, и другие. но только одни позитивные, другие негативные. И главное, что они время за время перетекают, меняются местами. Вот. Поэтому, они пришли до армии, сказали, мы вообще не знали, что кроме тебя кто-то есть, мы думали, что ты самый главный. И Марш сказал, друг Горация, как, есть так много мудрецов, которых не встречали, вы на свете, помните, Дон Гуан говорит своему слуге. Тот говорит, мы думали, что мы такие с тобой вдвоем. Мы думали, что мы самые умные. Он говорит, не переживай, ты не самый умный. Есть много, есть много умников, с которыми ты познакомишься чуть позже. И с ними пообщаешься. И они были шокированы, они сказали, подожди, объясни нам, что мы сделали неправильно. У нас был список, адреса, у нас был таргет, у нас был клиент. Мы честно пошли за ним. Честно его как бы сделали. Мы исполнили свой долг идеальным образом. Почему его отбили у нас? Почему пришли какие-то высшие силы и забрали его? Он сказал, очень просто, потому что он произнес имя Нарайана, святое имя Нарайана. Черти говорят, нет, нет, подожди. То есть получается, что теперь любой, вообще любой, может делать, что хочет. И в конце он произносит имя Нарайана и с кем он становится. И мы его отпускаем, что ли? Так получается? Не вам не кажется, что вы такое вообще сделали, лазеечку, что теперь, а дарма говорит, нет, он говорит, нет, не кажется. Не кажется. истина состоит в том, что все зависит, до какой степени человек осознан. Характер, это постоянно меняющаяся субстанция, и характер меняется только в одних условиях, все драматурги знают, в обстоятельствах. Поэтому в этой жизни человеку всегда даются обстоятельства, только ради одной вещи, чтобы его характер изменился. как только у него позитивные обстоятельства, он тут же придает вожделение, то есть он, если он не готов, он тут же злоупотребляет, ворует, присваивает, впадает в иллюзию. Но как только он попадает в тяжелые обстоятельства, он вынужден делиться, он вынужден быть братом, он вынужден, поэтому характер меняется в обстоятельствах. И драматурги говорят так, характер это то, что постоянно меняется. Святые становятся грешниками, грешники становятся святыми. Поэтому есть пылесо рождения смертей. Почему? Потому что когда человек достигает какого-то уже, ведь кто берет взятки? Только чиновники. Не только. Они достигают какого-то высшего уровня. Им уже предлагают, конечно, они тут же и поехали дальше. Поэтому чем больше у человека, как Черчилль сказал, прекрасно вечно сказал, власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Поэтому всегда должен быть закон. И Аджамил, он сказал, что я спасся от смерти, что теперь делать? У меня были долги, дети, жена, одни и другие. А Аджамил понял одну вещь важную для себя. Всех долги не отдать. Всех долги не отдать. Нужно отдать самое главное. И он вспомнил, что когда-то он был молодым, праведным человеком. И когда он был молодым праведником, занимался аскетизмом, поклонением, духовной практикой, все, что он заработал, пригодилось ему в последний решающий момент его жизни и смерти. И это сукритие заставило его вера, его вера в святое имя Нарайана, и он произнес это имя с верой. Сначала он звал сына. Поэтому Дарма сказал, нет, нет, не думайте, что это все было поверхностно. Этот человек, вообще процесс жизни человека, это обретение веры. Это единственная вещь. Человек попадает в те или иные обстоятельства только в одно, чтобы обрести веру. Если человек обретает веру, и эта вера, а как он обретает веру? Вера исходит из веры. Понятно? Да, вера это не то, что ты можешь сгенерировать с помощью упражнений или интеллектуальной деятельности. Это не так. Человек в какой-то момент открывает свое сердце, и в какой-то момент вера не сходит в его сердце. И он не пропускает ее сквозь себя, а он удерживает ее. Понятно, да? То есть тебе бросает что-то с высшего мира, а ты опа, и поймал, и прижал к груди. И вот единственное, что у нас есть, это способность удержать веру или способность расточить веру. Почему? Вера одна, но мы начинаем тратить ее на столько много маленьких вещей. И постепенно, когда главное уходит, и мы начинаем верить в очень много второстепенных вещей, понимаете, да, мы уже не можем сконцентрироваться на главное, но мы начинаем верить в искусство, в себя, там, вот что сейчас я вот уеду из Москвы, и будет все хорошо. То есть, столько много разных вещей, в которые мы начинаем верить, а верить в главное мы не можем. Поэтому писания говорят, что ты не можешь поливать листья, ты должен поливать корень. Ты должен найти корень всего и поливать. Потому что, несмотря на все эти обстоятельства, бедный, богатый, с московской пропиской, без московской прописки, ты умрешь. И твоя смерть неизбежна, она гарантирована. Рождение это уже. Все правильно. Это хорошо сказано. Вот. Но есть только некий момент, что происходит между рождением и смертью. Либо ты что-то понял, либо ты так ничего не понял. Так же, как на этой лекции. Либо ты что-то понял на этой лекции, либо ты что-то сказал и ничего не понял. У меня так часто бывает, что я много говорю, но понимаю, что я ничего не понял. Вы понимаете, да, чем вы здесь? Не все, что я говорю, я понимаю. Об этом сказано в Писании. В Писании сказано, слушай, агам вити и шука вити, вьяса вити на ветива. Даже вьяс, который сказал, веды, может он знает их, а может не знает. Ушива знает и шука знает. Поэтому, когда тебе говорят, слушай, может поймешь, может не поймешь. Если поймешь, то следующий шаг в твоей жизни придет еще к более глубокому знанию. Поэтому, духовное знание, это не то, что находится в книжках или на нашем жестком диске локальном. Это то, что не сходит к нам сверху. И вот, Аджамил, после того, как это произошло, отправился, мы начали сегодняшнюю историю с Гималайев и закончили, он отправился в Харидвар. Дверь в Харье. И там, где-то рядом с Харики Паули, местом, где Господь Брама спустился, чтобы обмыть лотос на Истопу Вишну на берегу Ганги, в очень благоприятных условиях, он стал практиковать духовную жизнь. И очень быстро, благодаря тому, что потрясение было колоссальное, а также было понимание того, что жить осталось недолго, очень быстро утвердился в чистом воспевании святого имени. Но перед этим уже был, какой-то, понимаете, какое-то время потом сошел с духовного пути. Поэтому речь идет о чем? Кришна говорит в гите, все усилия, сделанные тобой на духовном пути у Арджуна не останутся напрасны. Если хотя бы ты в этой жизни хоть чуть-чуть духовного получишь, в следующей жизни ты обязательно, потому что Арджуна задает Кришне вопрос, он говорит, очень трудно родиться йогом. Ты говоришь, стань йогом, стань йогом. Ты мне такое про йогуна рассказал, что у меня волосы дынут и стоят вот так вот. Как? То надо делать, это надо делать. Если ты не можешь делать, не можешь быть бескорыстным, хотя бы предлагая результат, а если ты стал бескорыстным, иди по пути знания, а когда знания достигнешь, и бескорыстие, то есть ты столько много разных мне систем йогина рассказал, я вообще не могу понять, где я нахожусь, кто я, что делать. Я вообще не понимаю, я-то смогу быть? Это же вроде как святых единица, а здесь сидит сто человек в зале. Как я смогу это сделать? И Кришна говорит, Арджуна, он говорит, Арджуна, я твой друг, я тебе рассказал всей системы йоги, потому что я должен был тебе рассказать все варианты, план А, план Б, план С, план Д. В конечном итоге я тебе рассказал, это все те, кто идут своими планами, кто строит планы на будущее, но есть мудрецы, которые планы на будущее не строят. Они задают меня вопрос, Кришна говорит, они мне задают вопрос, что самое лучшее, тогда я тебе отвечаю, Арджуна, самое лучшее это преданность, хотя она самая редкая, но это самое лучшее. Преданность, хотя она самая простая, но она самая непостижимая. Хотя быть преданным это не сложно, но никто не может быть преданным. Почему? Потому что преданность это оппозиция нашей природе, эгоизма, потребительства. Понимаете, да? С йогой все понятно, я пошел заниматься упражнением, мне будет от этого хорошо, мотивация ясна, а преданность, а хайтуки, а пракрит, а в ней нет мотивации. Нельзя служить Богу с какой-то мотивацией, я тебе свечку от 300-600 и Мерседес. Нельзя. Поэтому для того, чтобы заниматься бхактией, преданностью, нужно освободить свое сердце от разных мотиваций. А чтобы освободить свое сердце от разных мотиваций, нужно пройти разные этапы. Как Шитхар Махараш сказал, научитесь хотя бы мусор отдавать. Если вы ничего никогда никому не отдавали, то мусор хотя бы отдавайте. И будет уже тренировка. И тогда, когда-то можете что-то другое отдать. А как отдать знания, отдать внимание, отдать жизненный воздух. И поэтому в Бхагаватам есть множество разных историй, которые описывают разных мудрецов, которые шли. Но каждый из них шел путем самопожертвования. От Махараджи Ранти Дева до Махараджи Харисчандра. Вот, если мы приедем в Индию, такие святые места, как Варнаси, где всегда горят погребальные костры, мы увидим Харисчандра Гат. Гат – это место омовения, место, где сжигают трупы, клеммацию. И когда я был в Арнаси, Горде спасил, ты был на Харисчандре Гатте? Ну, самое главное. Я сказал, да, что это за история? Я сказал, о, ты был там, но ты так и не понял, куда ты пришел. Однажды, когда-то очень давно, жил очень великий царь, которого звали Харисчандра. он был настолько великий, что он управлял царством совершенным образом. Он был идеален во всем. И вот у этого идеального царя вдруг появилось идеальное желание. И желание было очень правильное. Принять гуру, найти духовного учителя. И тогда царь Харисчандра подумал, поскольку я царь, мне нужен самый царский крутой гуру. Ну, самый лучший. И вот пришла новость, что пришел очень крутой гуру. И царь подумал, ну, раз очень крутой гуру пришел, я его и приму сейчас. Но гуру так не думал. Он сказал, любой царь пытается повелевать в этом мире. Но повелевать может только тот, кто устранил себе повеление своих чувств. Жадность, гнев, вожделение, безумие. Шесть врагов, которые я писал прохладно-хорошим Адбакватом. Вот если ты их победишь, ты победишь весь мир. Если ты хочешь мира, достигни мира внутри себя. И только тогда ты сможешь быть квалифицированным. Это только начало. И поэтому гуру сказал, я победил всех этих врагов, поэтому меня называют самый крутой. Но не этот царь. Этот царь думает, что он может принять меня. Но я не собачка и не вещь. Хотя у меня нет ничего, кроме духовного знания, которое стоит все. тем не менее, я должен спасти этого царя и помочь ему. И поэтому для его собственного блага я к нему все равно приду. Царь, будучи совершенным дипломатом, правителем, заказал богатый прием к духовному учителю. Пришел, выполнил формальность, омыл его стопы, принял воду, показал, что, ну, все сделал, как положено. Но гуру это не принял. Он сказал, да, да, царь, все хорошо, все красиво, все сделал, все красиво, у тебя много советников, браманов, видно, что у тебя много золота, ты раздаешь, щедрый человек, поэтому тебя любит твоя подданная. Но что ты хочешь? Ну, как же, гуруджи, я же царю, я понял, в конце концов, что мне нужен настоящий духовный учитель, а я не могу продолжать быть материалистом, ведь скоро мои годы закончатся, я ведь уже, мне уже 25, и жена у меня есть, и ребенок, а что будет, когда мне будет 50 или 70? Теперь я хочу с молоду посвятить себя духовной практике, служению такой великой душе, как вы. Гуру сказал, да, да, это хорошая идея, ты, как же ты узнал, что я великая душа? Ну, как же, ваша слава бежит впереди вас, вы великая душа, и об этом знают все, поэтому вы очень великий, сострадательный. Гуру сказал, да, здорово, это почти правда, вот, но неужели ты знаешь, что такое подлинное сострадание? О, да, конечно, я раздаю деньги, даю школы, образование, и поэтому я хочу вас принять, но гуру сказал, хорошо, хорошо, договорились, прямо сейчас, ты прямо здесь хочешь принять у меня посвящение и следовать моим наставлениям? Он, конечно, вот при всех этих добрых людях, министрах, я склоняюсь перед вами, и ты будешь следовать точно всему, что я скажу, конечно же, и ты будешь понимать любое мое слово как высшую милость, ну, а как по-другому, окей, договорились, я даю тебе посвящение, сегодняшнего дня они все должны слушать меня, беспрекословно, как настоящий ученик рассказал, гуруджи, теперь еще махараджи, гуруджи, так, вот мое царское слово, значит, ты идешь на крематорий, будешь сжечь людей, кремировать, а твоя жена и дети не вписываются в мой план, значит, жена должна быть изгнана с ребенком без всяких средств существования, это моя милость, как будто бы шокировало все, но у нас только чуть попозже, накипело, еще будет кипеть, я же только начал сказку рассказывать, и тут, и тут, Махараш Калинчан был в шоке, но он подчинился волей высшей, он понял, что высшая воля иногда может тебя сделать царем, иногда нищим, и он подумал в глубине своего сердца, ведь если этот человек действительно святой, то он желает мне только добра, а если же он мой враг, то самый большой враг сам себе, это я, потому что я принял этот путь, поэтому сейчас я не могу ничего сказать, я должен ждать и терпеть, и поскольку царь был мудрецом, он отправился выполнять наказ своего гуру, с тех пор он поселился прямо с гатом и занимался кремацией, каждый день он кремировал людей, и он понял, что смерть, она никого не жалеет, ему приносили детей, молодых, красивых, умных, богатых, он сжег всех, и очень, очень хорошо относился к своим обязанностям, он всегда читал сакральные мантры, он всегда помогал браманам, он научился кремировать человека очень быстро, и все было замечательно, через какое-то время его перестали узнавать как царя, о нем забыли, его прекрасное плоснящееся лицо высохло, солнце и огонь опалили его кожу, борода была спутавшаяся, волосы стали дредами, он стал похож как один из таких слухопарых садхо, единственная одежда у него была эта гамча, и все было замечательно, в принципе он привык ко всему, и все было хорошо до тех пор, пока вдруг он не увидел свою бывшую жену, которая несла его мертвого ребенка на руках, поскольку в скитаниях она попала в нужду и без крова, без дома став вдовой, мальчик заболел и умер, в безумстве она вернулась в царство и ноги всегда ведут туда, где было хорошо раньше, но не найдя никакого ответа, она пришла, ее все толкали, иди, иди, иди туда, туда, этого ребенка туда, он мертвый, но она не могла поверить, что ребенок мертвый, потому что горе матери полностью омрачило ее сознание, она шла, рыдала, но она гладила ребенка и казалось, что он заснул, тогда Христианда увидел свою жену, через какое-то время он видел ободранную, она уже больше не царится, да и он уже не царь, прошло много лет, 5 или 7 лет, но тем не менее, полностью контролируя свои чувства к тому времени, он подумал, что будет гораздо хуже, если я откроюсь ей, будет еще хуже, но я должен позаботиться о своем сыне, он сказал ей, женщина, дай мне своего ребенка, я сожгу его бесплатно, дай мне его сюда, когда она услышала слово сожгу бесплатно, еще большее горе замутило ее сознание и в этот момент он пытался забрать у ней сына, она говорила, что нет, нет, подожди, подожди, он заснул, он сейчас проснется, сейчас я с ним буду играть, петь, а он стал читать и шлоку, из Бхагаватана, но он говорит, что от этой, есть такая, сон в этом мире, от которого никто уже не просыпается, и так, ребенок оказался у него в руках, а жена, обцепленная собственными слезами, предала, не знала, что делать, но это не было бы индийской истории, если бы не было счастливого конца, Джимми, Джимми, Ачача, конечно, вы понимаете, вдруг появился Гуруджи в одежде царя, так же, как он сказал, стоп, своим югическим Теджесом, он вернул ребенка к жизни, ребенок стал с погребального костра, он сказал, теперь ты настоящий царь, эти пять лет, которые ты был моим учеником, я тебя тестировал, теперь ты настоящий царь, потому что ты настоящий преданный, Кришне не нужна слава, но он хочет так, чтобы преданные были великими личностями, поэтому Господь лично через мое сердце дал мне наставление испытать тебя на благо всех живых существ, через пять тысяч лет в Москве о тебе будут рассказывать, до такой степени тебя будут знать, забудут Брежневых, Ходорковских, Путиных, а тебя будут помнить, твоим именем будут звать это место для погребения, столько, сколько существует это святое место, которое неотлично от Господа Шивы, столько твое имя будет упоминаться, каждый день здесь будут кремировать людей и воспевать мои святые имена, но место будет называться твоим именем. Царь даже не мог себе представить, что все столь хорошо, столь хороший конец. после того, как он вернулся, он правил еще очень долго, но это был уже другой человек, у него было все то же самое, жена, то же самое сын, то же самое царство, но это был другой человек, и с тех пор все, кто приезжает в Варнасе, они, проходя множество храмов, проходят мимо этого гата, где до сих пор горят кремация происходит, не останавливалась никогда еще, не было никогда момента в этом мире, когда живые существования умирали, каждую секунду они умирают, и каждую секунду они рождаются, вечный процесс, но все, что живет у человека это память, но не временная память, вечная память, когда мы говорим о слове вечная память, это связано с памятью души, и вот поэтому сколько бы ни было времени, все эти истории из Багавата на других священных писаниях люди будут пересказывать друг другу, и это вовсе не значит, что это было актуально тогда или не актуально сегодня, поэтому Аджамил, он вернулся в Харидвар, в предгорье Гималаев, и там начал свою духовную практику, поскольку он освободился от иллюзии этого мира, очень быстро он смог достичь очень быстро достичь и там сапастоям парадмаништим абушитам пурнатвай махаршиби тишам дурищами дуранта парам тамом и кунда дринищевы это шлук из Багават который повторял Махапрабу я достигну духовного совершенства абушитам пурнатвай махаршиби махариши до меня миллионы святых достигли я не один может быть я один там в этом городе или в этой деревне или в этом районе но до меня миллионы праведников и после меня миллионы праведников всегда кто-то пойдет путем праведника поэтому я тоже пойду путем праведника я буду терпеть все вы знаете это качество садху это научиться терпеть и ждать пока на меня милость не зовет я буду терпеть если я буду терпеть то Господь рано или поздно пошлет на меня свою милость. Все, что нужно, это только терпеть. Если я слишком быстро захочу в духовный мир, или я разочаровываюсь, и я буду думать, что поздно. Никогда не поздно. Душа как хороший овощ-гриль, а Господь как идеальный повар. Каждого жизнь коптит ровно столько, сколько ему нужно. И там, где нужно, подсыпают сольки, а где нужно перчика. Потому что каждый человек, он доходит. Они сегодня говорили с вам райом, дай какому-то человеку больше, он сразу же все бросит. Дай меньше, он зайдет с ним. А поэтому каждому Господь дает столько, сколько он может. Знаете, как история в анекдоте, мужик умер, попал в рай, встретил Бога, говорит, слушай, и так тяжело, и так я устал нести из жизни в жизнь мой крест. Дай мне какой-нибудь крестик полегче. Кто-то говорит, ну пошли в магазин. Заходят, там такие кресты, такие с адмазом, металлические, с шипами. Катил, что-то, ничего. Потом смотрит, в углу такой маленький, красивый, золотой, православный, русский. Он говорит, можно вот это? Он говорит, так это же твой. Так это же твой. Тебе еще меньше дать. То есть ты думаешь, что ты великострадалец или великомученик. Ты что, не смотрел бразильский сериал о том, что богатые тоже плачут? Про рабыню и зауру не слышал ничего, нет? Про переживания миллионера, что там такие истерики, платья нет. Не знаю, в чем пойду на свадьбу. Пьер Карден уже сделал для подруги, а Жак Полготье сейчас занят. И поэтому я сижу и рыдаю. В каком платье пойду? Вы думаете, что люди из того плана бытия не страдают? Нет, конечно, страдают. Все люди жалкие. Они ходят к врачам. Врач говорит, снимите штаны, и они снимают. Ордена. Шлемы, короны. Перед врачами все одинаковые. Он говорит, не переживайте, это профессия такая. Поэтому не думайте, что в этом мире, вы сразу себя где-то будете неловко чувствовать. Начните себя сразу же неловко чувствовать. И вы поймете, почему голым йогам не нужно покупать билеты в московское метро. Но я всегда думал, да чего прекрасная страна Индии, вот нигде себя свободно так не чувствуешь. Никаких ментов. Стань садхо, и ты никому не нужен, кроме Господа. И там тебе люди скажут, да, он голый йог, но он садхо, он стремится к истине. Менталитет такой. Вот, и я подумал, насколько прекрасна эта страна, где человек, у которого стремится к истине, его прощают все. То есть, есть место. У нас тоже, в принципе, если ты там каким-то правильным монахом закойся, что ты как бы будешь слабым. Но там более глубоко все, более растерянно. И поэтому мы здесь сегодня сидим и обсуждаем все эти вещи. Ведь до нас очень много поколений было и будет. Каждое поколение имеет свои какие-то проблемы, свое время. Я сидел, смеялся, говорил, сейчас кто поет рок? Старики, пенсионеры, машины времени, гомячиков. То, что когда-то было столь популярно, столь попсово, столь прогрессивно, сейчас это для пенсионеров. И даже молодежь, даже не понимает вообще, о чем это. О чем это? О чем это? О чем это? А я тебе скажу, что, встали, тебе скажут, мужик, ты о чем? Ты что, не видел вот это? Ты что там в Worldcraft'е сидишь? Что ты там? У тебя какая стоит там софтина? Ты скажешь, а я даже нечего будет ответить, потому что ты не знаешь, что сказать. На какие сайты они ходят, что они слушают, что им нравится. И когда-то тебя не понимали твои дедушки и бабушки. Поэтому единственное, что может объединить людей, это поиск божественного. Поэтому веды не считают, что человек не может быть гуру в пять лет. Прохлад и друга достигли этого положения. Шанкрачария принял Саньясу в десять лет. Мы сейчас, когда будем на Кумбамиле снимать фильм, у меня прикол, я хочу снять фильм от десятилетних Саньяси. Ну, показать кусочек. Представляешь, да? Из Гималайя пришли десять лет. Почему? Они всегда такие были, они не знают ничего другого. Им кроме пещеры больше ничего не знакомо. Это интересный момент. Люди, они каким-то образом живут. Но при этом, при том, мы говорим сейчас о сознании Кришны. Сознание Кришны – это самое прекрасное. Оно может прийти за тобой, даже когда ты не будешь готов к этому. И ты можешь очень долго прицениваться, прислушиваться, присматриваться. И it's ok. У Кришны вечность. Он не заинтересован. Но душа, она заинтересована. Поэтому путь души – вот важный момент. Вот, в связи с этим, какие есть вопросы у кого? У меня нет вопросов. Никита Ивановна. Мне кажется, вы уже все их высказали. Вы сами задаете их, вы сами на них отвечаете. Нет, я, в принципе, это все как бы понимаю. Но очень много непонятных фактов. А вы хотели попасть, друзья? Допустим, вот Кришна – да, это каждая вера, у каждого свой бог, да, вот это все это в душе. Но, как бы, вот допустим, русский бог. У нас бог, ну извините, простите, изначально русский бог. У нас германно-славянские веды, арии. То есть у нас русско-немецкий бог? У нас получается, а у нас же земля-то там. Русская. Ария славянская веды. Так бог русский или немецкий все-таки? У нас нет бога, у нас лаврат, допустим. Понял, так. Так он немец или русский? Клаврат, он Гитлер перепортил весь этот знак. Понял. А изначально, что он был в обратную сторону. То есть он изначально немец, он изначально немец с русскими корнями или немец или русский с немецкими корнями? Да и Гитлер, он вообще еврей. Нет, мы про Калаврата говорим. Мы про Калаврата говорим. И вот первую нам навязали вот эту. Может оказаться, что у представителя Калаврата фамилия Хиневич тоже, кстати, еврейская. Ну, в принципе, наверное, да. Вот, поэтому, если вас интересует... То есть если во всех верах покопаться, то очень интересно. Да, смотрите, 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 вот теоретически, теоретически вы говорите очень интересные вещи. Но практически, да, но практически вы не задали ни одного вопроса. Ладно, я так высказался, скажем. Я понял. Ну, кипело. Я понял. Хорошо, бывает. Нет, ничего. Вопрос, если... Я бы задал вопрос, кто же все-таки, немец или... Нет. В контексте вашей лекции, то, что украина про путешествия, вот, и как раз в контексте вопроса... Все мы идем путем Калаврата, оказывается. Или Калаврат идет путем Кришны. Кстати, о евреях я скажу. У меня есть один мой друг, очень талантливый человек, еврей. И вот он, в отличие от того, за что я люблю евреев, он все очень практично понял. Он понял, что Кришна – это верховная личность Бога. У него даже была идея поставить в супермаркетах ящики для сбора пожертвований. И там очень просто. Все религии, и своя дырочка. Ну, там, крест. Такой ящик. Урлень, он самый. Да, ящик многофункциональный. То есть, в принципе, каждый может пожертвовать. Но в конце у него была такая идея, что там один желоб. И сзади стоит, значит, Кришна и ведерко. Но у него была еще круче идея, что ведерко собирает он. То есть, у него была идея, что Кришне ничего не нужно. Поэтому, потрясающая идея. То есть, все люди жертвуют в супермаркете, да, почему-то. Ну, все нормально. Все попахает. Нет, нет, нет. Ну, кидал он, само собой. И все попадает в ведерко, а он приходит, его забирает. Когда он мне эту идею рассказал, я спросил, скажи честно, А с ведерком-то что ты будешь делать? Себе. Правильно. И вот. Потому что он еврей. Не потому что он еврей. Потому что есть такое понятие «я» и «моё». Я считаю, это вот... Вот вы примерно сказали сейчас то же самое. Вы тоже сказали, наш русский бог, мой. Вы когда-то подумали, что не бог ваш, а вы его? Бог у нас в душе. Так. Если у нас в душе, то кому принадлежит душа? Ну, не Христос, кстати. Христос – это еврейский. Подождите, подождите. Вы сейчас говорите вот такие вещи. Просто внимательно задайте сами себе вопрос. Сейчас без споров. Это будет некрасиво, если будем спорить. Нет, просто дай. Душа принадлежит Господу или Господь принадлежит душе? И будет логично сказать, конечно же, душа принадлежит Богу. А будет следующий вопрос. Богу все души принадлежат? Ну, разумный вопрос. Все ли принадлежат? Есть ли в этом мире что-то, что ему не принадлежит? И евреи принадлежат, ему и татары, и немцы, и калавраты. То есть у него все бренды. То есть он к одному сходится? Не он к одному сходится. Каждая вера. Не он к одному сходится, а он один. Почему? Он один. А все является безграничным проявлением. Здесь нет ни одного одинакового лица, а каждый человек – это его частичка. Здесь нет ни одного одинакового отпечатка пальцев, а каждого частичка. И при этом, при этом, несмотря на то, что люди разные, они могут даже убивать друг друга, воевать из-за религии. А они все ему дороги. Но, когда мы говорим о Кришне непосредственно, он говорит, а для меня дороже всего мои преданные. У меня есть такая слабость у Бога. У Бога есть божественные слабости. Он очень любит святых и праведников. Святые дороже ему всего. И поэтому он слышит только их молитвы. И поэтому, если в православии появляется какой-нибудь там Сергий Радонежский, он слышит его молитвы. Серафим Саровский, он слышит его молитвы. Он слышит другие молитвы, третьи молитвы. Он слышит молитвы истинного праведника. Почему? Потому что Кришна сказал очень замечательную вещь. Он сказал, ребята, перед битвой на Куркшетре. Он сказал, ему говорят, а где ты, ты на какой стороне будешь воевать? Кришна улыбнулся и сказал, я на стороне истины. А его спросили, а как это? Он сказал, очень просто. Я буду всегда на стороне истины. И всегда, где я буду, я, там будет истина. У меня есть удивительный бренд. Я на стороне истины. И поэтому, если вы хотите определиться, где истина, всегда смотрите, где, на какой я стороне. И тогда Кришна спросили, а вот эта многотысячная армия воинов, прекрасных, красивых, сильных, что будет с ней? Кришна сказал, ради истины я даже готов пожертвовать этой тысячной армией великих воинов. Поэтому определитесь, кому нужен я, а кому нужны мои воины. И Куру, конечно, тут же сказали, берем тысячи воинов себе. И тогда Кришна им сказал кругом, и сказал, дорогие воины, у вас прекрасная возможность умереть. Потому что каждый воин ищет только одного, смерть и битвы за истину. И поскольку, неважно, на какой стране вы погибнете, я даю вам приказание, вы должны будете воевать против меня. Но поскольку я истина, я приказал вам воевать против меня, погибнув, вы достигнете меня. И воины со слезами на глазах сказали, господин, мы, как мы можем оставить тебя? Но мы воины, мы не можем не выполнить приказа главнокомандующего. И они встали на сторону Куру и погибли все как один. И иногда, иногда, когда они пускали свои стрелы, и великие воины пытались убить Арджуну. Арджуну специально пытались убить на поле боя. За его голову были большие награды. Все понимали, что Арджуна и Итхишхира – это ключевые личности, в которых надо попасть, в которых надо свалить. Поэтому иногда смертельные стрелы летели в Арджуну, но так происходило, что Кришна подставлял свою грудь. И эти стрелы ранили Кришну. И он испытывал великое счастье, потому что он смог защитить свою грудь и своего преданного. И даже прервался обязательно. А народ был в легком шоке. Народ выпивал. Это когда не волнует сущность народа. Народ. Наши цари. Вот. Поэтому это было давно еще, уважаемые. Это было давно. Тогда еще гости знали, как себя вести. Это было давно. Но сейчас пришло другое время. Сейчас ценности изменились. Сейчас можно говорить о глупости, не стесняясь. Раньше стеснялись люди. Почему? Потому что стоит только начать говорить, люди поймут, кто ты. Поэтому Писание говорит, всегда лучше молчать. Это нормальный принцип. Я бы вас назначил главным советником. Я сейчас как раз раздумья. Знаете почему? Потому что у главного советника, у него еще должны были одновременность, он должен всегда говорить правду. И человек говорит правду, в ведах считалось как правду, говоришь, что думаешь. Только была одна проблема. В ведах мудрец должен был правильно думать. Но мудрец, он всегда говорил то, что он думает. У вас есть качество мудреца. Вы то, что думаете, то и говорите. Преложится со временем. Но если со временем, благодаря духовной практике, придет та самая мудрость, тогда сила этого многократно увеличится. И даже будет способна очистить. Вот, кстати, можно еще вопросик? Нет. Уже есть люди. Еще вопросы, мы заканчиваем. У нас всегда есть тролли. Это часть драматургии, но троллям чуть попозже. Я сам просто тролля, а троллям может только троллям затроллить. Махарадж, какой сегодня не карешь? Не знаю, не посмотрел. Название гада, можете повторить? Харис Чандра. Махарадж Харис Чандра. Ну, можно. Главный гад без ЖКР тут есть. Ну, там везде сжигают людей. Просто на маникарниках, там же, отлично, они просто с Синислами, огромные костры, там, вон, они даже сжигают. А вот... Тысячи, тысячи людей. Вы поймите, что святые места в Арнасе тысячи людей. Тысячи... Это в интернете, да? Да, да, конечно. В интернете посмотрите. Просто, когда мы приходим в какие-то святые места, как еще Эйнштейн сказал о Ганде, он сказал, кажется, что он настолько великий человек, что люди будут не верить, что он существовал. Поэтому, когда мы говорим о ведах, например, да, сказано, что вот это построено таким-то царем, это таким-то святым, таким-то преданным. Ну, это было давно. Пурана, на санскрите, называют древнейшее. Некоторые Пураны рассказывают истории из других творений. То есть, не следует думать, что Пураны написаны, там, как говорят, записаны, там, три тысячи лет, пять тысяч лет, это все материалистическая идея. Пураны всегда передавались мудрецами, и надпись, запись начинает работать только в Кальюгу. Почему до этого нет записей? Потому что только в начале Кальюги ведовья записывает знания. Никто не считал, что в ведах, что в ведах можно изучить по книгам. Амная прахататвам, амная нисходит, поэтому нисходит через гуру к ученику. И книги не нужны были раньше. Все образование было непосредственно из уст в уста. Раньше не было такого, что человек принимает где-то посвящение и где-то уходит. Если он принимает посвящение, приходит гуру и получает образование. Поэтому был кулу гуру, даже кришна. Кришна, кришна, гуру, кришна, сандипани, муни. И в конечном итоге, когда Кришна закончил школу, Кришна сказал, поскольку я закончил школу, я должен дать гуру дакшну, что ты хочешь. И гуру, зная, что гуру все-таки был трансцендентом, что его ученик Кришна сказал, должен писать со своей женой. И спросил свою супругу, и он сказал, Кришна заканчивает школу и просит нас любое благословение. Супруга сказала, что я, ты понимаешь, если мы у Кришны попросим что-то материальное, то мы тут же утратим все свои благие качества, потому что мы брамана, мы созданы для аскетизмов. в ведическом обществе, чем человек совершеннее, тем больше он отвлечен. Поэтому мы не можем просить ничего материального, что мы золото попросим или деньги. Это будет анти духовно. Но я знаю, что ты ничего вообще у него не можешь попросить. Попроси у него то, что я хочу. Мой сын исчез, погиб. вернее, попросил вернуть сына. И Кришна вернул сына. И была большая заморочка. Вернуть сына было не так легко. Они искали этого сына и только нашли его на дне причинного океана. Через множество вселенных они пришли к океану Кароне, причинному океану. И там увидели огромного Маха-Вишну, из которого из тела исходят миллиарды вселенных. И Кришна сказал ему, какая-то непонятная интуиция подсказывает мне, что этот мальчик у тебя. И Вишна сказал, конечно, потому что я это ты, а ты это я. Но ты всегда можешь становиться мной, а я никогда не могу стать тобой. Удивительная вещь. Хотя я Маха-Вишну, из меня исходят материальные вселенные, и я изошел из Санкаршаны, Чатур-Вьюхи, Прадюмна, Санкаршаны, а ты чистый Васудева. Сначала Кришна, потом Баладева, потом Чатур-Вьюха, Санкаршана, Прадюмна, Анируха. И все эти три экспансии являются причиной Кширо-Дакшая Вишну, Карба-Дакшая Вишну, Карна-Дакшая Вишну, то есть Маха-Вишну, который является причиной всего, Вишну, который в каждой вселенной, Вишну, который в каждой атоме. Все очень просто. Вишну, все исходит только из Вишну, нет ничего, кроме Вишну, есть только Господь. Когда речь идет о материи. То есть нужно понимать, что Вишну, который лежит за пределами мира материи, это Нарайана, мира Вайкунты, выше его Айоди, Дварак и Кришналока. Вишну, который находится в категории материи, это Вишну, который исходит как Кширо-Дакшая, Гарба-Дакшая, Карна-Дакшая. Карна – это океан, причина-следственная связи. Кшира и Гарба. Частичный и полный. И сам по себе Вишну всегда спит. Ну, если говорить о Маха-Вишну. Поэтому он всегда лежит на плеченных водах океана, Лакшми массирует его стопы. Почему? Потому что для него мир материи – это сон. Сон во сне. Еще Декарте сказал об этом. Мы глюк в глюке. И поэтому Вишну спит. Вот за счет этого зевания из него исходят миллиарды вселенных. лакшми она массирует его стопы. И иногда он видит Майю. Майя очень красивая. Лакшми ее тень – это Майя. И поскольку он испытывает к ней я бы не сказал влечение, потому что Вишна не может быть очарован Майей. Но есть необходимость дать всем живым существам возможность. Нужна Мать. Мать Лона. Он оплодотворяет ее своим взглядом. Вот когда он смотрит на Кришну, на высший мир, он является Вишну. А когда Вишна поворачивается и смотрит на Майю, в этот момент он тут же становится Шивой. Понятно, да? Есть опять же Шива Сада Шива Вайкунта, который ниже Вишны находится, Лакшми Нарайна. А есть когда Вишна становится Маха Вишну, когда Вишна принимает форму Маха Вишну причинного, он также становится главным Шивой. И этот Шива, у него есть взгляд, который называется Шамбо. Прошлись по всем местам. Также взгляд вот этого Шивы является Лингомом и он импрагнирует ее взглядом. То есть Саития происходит на уровне взгляда. Майя Шивы. И тогда Майя она тут же как мать превращается в Маха Татву и в Маха Татву входят миллиарды семян живых существ. Она мать миллиарда всех живых существ. Как мать она рожает она играет как дети они говорят хочу это хочу то и мать она как мать дает нам все и дети они пошли Марио по разным уровням бытия столько жизни как дети сидят на компьютерах играют такие же дети дыши они бегают и так они пребывают в Мае с незапамятных времен миллиарды жизней и сейчас тоже но посредством трансцендентного звука что такое трансцендентный звук маха мантра это трансцендентный звук поэтому мантра не может изойти из этого мира не может тот кто спит пробудить мантру мантра это то что нисходит манушья трая это освобождение манушья это ум здесь все пребывают в плену ума ум это софт по-русски здесь все в софте все виртуальные но манушья трая этот софт должен быть устранен посредством мантры а какая самая высшая звук трансцендентный звук поэтому есть разница между звуком физическим и звуком трансцендентным и вот если живое существо обретает связь с трансцендентным звуком поэтому веда это трансцендентный звук это не просто физический звук материалист не может читать веду не может изучать ее он получает трансцендентный звук и посредством трансцендентного звука он пробуждается и если пробуждение происходит оно может пройти быстро одну или там несколько тысяч жизней она возвращается в изначальный план бытия с точки зрения абсолютно время не влияет никакого значения махакала то что мы здесь миллиарды жизней ничего страшного потому что как компьютеры спать так вселенная закрывается момент маха пролая и все живые существа они засыпают снова и когда прахатан махататва начинает работать опять все начинает двигаться и опять знаете как компьютер с утра открылась и закрутилось все живые существа уже существуют во вселенной все формы жизни все все законы кармы все сценарии все сценарии записаны это все софт поэтому в индии почему все астрологи могут прочитать любого материалиста сценарий конкретных тот кто предался кришну его сценарий невозможно прочитать почему если он предался на один процент на один процент он вышел за пределы мая на 2 процента на 3 поэтому грубо хорошо договорил слова преданные обозначать до какой степени предался чистый преданный он он где мая поэтому такой момент и те кто даже услышит об этом они все будут спать поэтому пробудиться не так просто нужно чтобы очень был такой плотный толчок само пробуждение происходит постепенно это можно ставить сотрезвением как пьяный человек трезвеет я очень быстро не трезвеет если он смертельно пьян он будет нести билиберду говорит там сколько пальцев принимать друзей за врагов там у него будет бог русский китайский он будет неадекватки но как только с помощью трансцендентного звука звук попадет в сердце он постепенно начнет трезветь это может пройти очень быстро за одну или за несколько жизней но слушая все больше и больше от гуру вайшнава от вайшнавов постепенно его пробуждение будет происходить и постепенно вера 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 это качество души у души есть только одно качество это вера главная энергия души шахте и вера она заставит человек действует против своей природы гуру на соси от саджанина соси от питом на соси от саджи вам на соси от только тогда когда он обретет веру он сможет оставить материальных гуру материальный мир деньги богатство силу славу все что здесь в этом мире крайне привлекает но если вера произойдет тут же очень быстро сможет оставить ее нет при жизни он умрет при жизни когда он кончен да да поэтому его ничто в этом мире получит вот собственно об этом мы рассказываем все вещи замечательные и по сути дела здесь ведь как происходит есть всегда те кто идут этим путем всегда и время от времени должно какое-то место площадки вместо встречи и по сути дела то что делаем мы это это место для бессмертия сюда можно прийти обвести бессмертие но какое бессмертие трансцендентно поэтому это место самое лучшее в москве может еще есть какие-то места самый лучший почему просто в любом другом месте вам вас туда попросят вам что-то дадут но бессмертием нигде в москве не торгуют и генда здесь дают и это связано с тем что у человека может измениться сознание появится вера и поэтому если речь идет о вечных категориях никто не ожидает что все сразу же сию секунду нету причины ахайтуки опрахать то вы понимаете гипотетически если мы с вами встретимся через миллион жизней ничего не произойдет сто процентов уже встретились правильно я стал по-индийски нет 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 я конечно книгу и читал но вам скажу кальюга это время тролли когда они собираются вместе и поют халифиш на маха мантра тот ролям только можно тролля затроллить поэтому они все хлопают потому что у нас у всех есть в принципе очень хорошие качества и как говорится а там нужно направить в мирных целях если направить нашу энергию в мирных целях то мы можем свернуть в горы и насажды да и сами свернуться еще прежде поэтому я очень благодарен вам за ваши вопросы сегодня выступления на самом деле здесь все друзья здесь нет каких-то там мы не мы не находимся с точки зрения праведника которые пришли кого-то учить жизни мы сами хотим чего-то научиться может быть даже уча других но при этом есть очень важный пункт что в кальюгу в эпоху которая сейчас существует мудрецы сказали что в эту эпоху санкиртана будет являться самый-самой высшей духовной практикой когда люди будут собираться вместе воспевать святые имена общаться почему потому что важно это среда духовного развития вот когда люди объединенные поэтому вы увидите на самом деле если говорить о разных религиях все люди собираются вместе они поют и занимаются санкиртаной почему это особая разница только в кальюгу в йоге там раньше они сидели в пещерах ты мог сам сидеть там с маленькой группы людей сейчас это все уже не работает сейчас именно в позитивном общении но мы видим что разные духовные концепции находятся на разном уровне нет всего одинакового есть разные ступени поэтому кришна в бхагавадгите арджуне объясняет арджуна есть разные ступени совершенства не можешь делать так делать по-другому не можете вот так так делают есть разные школы да мы не можем претендовать на то что лишь только мы занимаем какое-то абсолютное положение но при этом кришна говорит но самое высшее это преданность мне если ты можешь начать практиковать преданность практикуй преданность хотя преданность самая простая она требует чистого сердца бескорыстия если ты готов к этому пожалуйста кришна он же не прячет он рассказывает про мистическую йогу про то, про третье, про пятое. Но он говорит, что самая высшая – это преданность. Самый высший среди йогов – это мой преданный. Поэтому преданность – это то, что самое высшее, с другой стороны, самое простое, самое очевидное. Прасадам, воспевания, общения, слушания. Шаванам, Киртанам, Вишну, Смаранам, Пада, Севанам. Вся эта деятельность очень свойственна. Люди хотят какую-то социальную жизнь. Они хотят вместе петь, они хотят вместе танцевать, они хотят вместе есть. Вопрос – что петь, что есть и для чего собираться. И не воевать. А если воевать, то только так, как мы, цветами друг друга. Ну да. Ромашками по лицу. Чтобы приятно было еще. Только в сознании Кришны. Мы же не ругаемся здесь. Все собрались такие же. Такие тролли собрались, что в прошлом они могли полмира затроллить. Просто они уже устали от себя. А можно, кстати, сейчас сказать, как бы, но ничего плохого не буду говорить. Хороший. Простите. И факт в том, что, допустим, у меня сын родился, и ко мне подошел святой отец наш, типа христианин, и сказал, «Если ты не хочешь, чтобы твоего сына где-то хоронили, если он умрет, на кладбище, где-то там с бугром, то крести». Вот я так подумал, а какого я могу навязывать своему сыну, когда он вообще там еще в подгузнике какается, веру, он должен вырасти, и только после этого, как бы, веру познать. Да, но вы еще должны такую вещь сказать, что если вы ему не будете навязывать что-то позитивное, вы можете навязывать ненавязчиво, то ему будет обязательно навязывать наркотики, насилие. Но это у нас не без этого. Вот, поэтому, если вы скажете, например, «Я ничего не буду своему сыну о духовности рассказывать, пускай читает журнал «Плейбой» и курит марихуану с трех лет в школе», то к тому времени, когда он вырастет, может быть, действительно уже будет сложно. Но если вы будете… Я хочу ему дать волю. Да, но если вы будете сами практиковать духовную жизнь, сами практиковать, то сын, а дети, они копируют родителей, родители курят, они палочки берут. И если вы будете… Вот к нам часто приходят дети, они танцуют, поют. Почему? Дети, они копируют взрослых. И на самом деле… Мы для них. На самом деле, вот Аджамил, эту историю, которую мы сегодня рассказывали, ведь он в молодости был духовным человеком, потом он забил на все и сказал… Он угосячил, в короче. Да, да. Но в детстве, с детства, он был благочестиво воспитан. Поэтому детей нужно воспитывать с детства. Понимаете, да, о чем идет? Сейчас не идет речь о том, сделать из него там свидетелей Егова или сумасшедшего Кришнаита такого. Вот, мы сами не можем стать Кришном. Вы понимаете, сознание Кришны настолько возвышено, что мы сами принять его не можем. То есть не думайте, что мы здесь собрались люди, которые приняли сознание Кришны. Мы только-только к этому идем. Только-только об этом говорим. Принять одежду очень легко. Науса постичься элементарно. Если речь стоит о том, что вас постичь науса, это можно так ввеснуть. Да, конечно, в армии с урами. А если говорить, чтобы изменить сознание, крайне-крайне сложно. Я вам честно скажу, я чем больше практикую, тем больше понимаю, что я от этого далек. Но, тем не менее, мы начали сегодняшнюю лекцию, что когда ты уже поднялся куда-то, пошел по пути, включать заднюю, возвращаться обратно, это бессмысленно. Нужно идти только вперед. А может, страна нужна, как бы та, где там это все происходит? Мы время от времени посещаем. Ну, это, кстати, хорошо. Как у нас там? Страна – это душа. Страна – это душа. Человек, он… В Ганге. Да, человек, он… Ганга же – это поток сознания, понимаете? Да, там мантру прочитал, а Ганге подумал, и Ганга у тебя пошла из души. Да, то есть раз сказал мантру, «Нарбаде синду кви ганга джаа джа муна чаа», и Гангой помнулся. И потом опять пошел покурил. «Так, хорошо, Ганга садра помылся». Что ж, как будто заново курю в первый раз. Пошел, пошел обратно в душу, еще раз помылся. Опять покурил. Маша, лежишь, постыешь. Как будто, когда я повторяю Харе Кришна, мне так хорошо, даже лучше, чем с тобой, но все равно потом прихожу к тебе. Она говорит, не переживай, все пройдет. Поэтому, чтобы вы понимали, тут же не собрались какие-то мега-праведники, какие-то наставленцы, рассказывают, святые отцы. Мы величайшие грешники. Здесь вам такие вещи люди расскажут, что вы почувствуете себя праведником. Очень быстро. Поэтому нас же не это объединяет. Мы же не клуб откровения. Сейчас, если каждый здесь будет рассказывать, это будет ужас. Вообще, может быть, фильм ужасов снять. С пудрик отдыхает. Мы собрали здесь одно простоещее, чтобы вдохновить друг друга на божественную жизнь, на духовную жизнь, чтобы нам хотелось жить духовной жизнью. А этим загадком... Посмотрите, здесь все люди, в принципе, они не претендуют. Мы все хотим чего-то настоящего. И вот в этом наша сила. Мы знаем, что что-то ненастоящее у нас уже было и есть. А вот что-то настоящее нам хочется. И поэтому мы говорим об этих вещах. А все эти остальные вещи, храм, божества, оранжевая одежда, это настолько высоко, что это идеалы. Мы же не потому и хотели, что мы достигли. Мы только надеемся еще начать думать, достигать. Харея Кишна. Все хорошо. Доброго дня.